Привет, друзья! А вы знали, что китайцы каждый год выращивают более 6 миллиардов тараканов, тогда как мы пытаемся от них полностью избавиться? Для этих целей в Китае даже есть специальные фермы. Так для чего им столько тараканов? Многие считают тараканов отвратительными насекомыми, но для китайской фармацевтической индустрии они оказались хорошим бизнесом, так как в стране широко распространено убеждение, что тараканы полезны для здоровья. Тараканов разводят в здании площадью в два футбольных поля, внутри которого ряды полок, на которых лежат кюветы с едой и водой. В здании тепло, влажно и темно. В почти герметичном здании со строго ограниченным доступом людей тараканы пользуются полной свободой и могут бегать куда хотят и размножаться. В нем установлена система искусственного интеллекта, которая непрерывно замеряет показатели по более чем 80 параметрам от температуры и влажности до наличия генетики. Мутации в самих тараканах и того, как эти мутации отражаются на росте и развитии конкретных особей. Цель подобных измерений добиться того, чтобы тараканы размножались как можно быстрее. Когда тараканы достигают зрелого возраста, их отлавливают, размалывают, перерабатывают и создают настойку, которую применяют в традиционной китайской медицине. Настойка попахивает рыбой, она сладкая и называется конфусинь. Она якобы помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний. «Это просто чудотворное лекарство. Оно вылечивает целый ряд болезней, причем делает это быстрее, чем другие препараты», — говорит Лю Юйшен из сельскохозяйственного университета в Шэньдуне. Население Китая стареет, мы пытаемся разработать новые лекарства для пожилых, которые были бы дешевле западных. Но хотя правительство Китая поддерживает саму идею создания тараканьих ферм, а в больницах часто используются настойки из тараканов, не все считают это правильным. Специалисты предупреждают, что концентрация такого огромного числа насекомых в одном месте попросту опасна. Будет катастрофой, если миллиарды тараканов вдруг окажутся на воле, будь то по ошибке кого-либо из сотрудников или в результате землетрясения. Вот такие его дела, друзья. А на этом все, пока!